Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, рассказывайте свои истории, задавайте вопросы. Может быть, у вас есть какая-то обратная связь после наших прошлых разговоров и наших прошлых программ? Для нас обратная связь очень важна. Да, для нас важна обратная связь. Мы ее периодически получаем, периодически обсуждаем что-то, пытаемся ответить. В основном здесь, в передаче, в прямом эфире. Вот. И, ну, в общем, если какие-то истории, которыми вы хотели бы поделиться, они уже просят о себе рассказать, то, наверное, самое время звонить. Может быть, есть какие-то комментарии, может быть, у вас есть какие-то вопросы, которые, ну, может быть, долго не находят ответа или не могут быть сформулированными. Ну, наверное, это все к нам. Мы стараемся как-то в этом во всем поучаствовать. Алексей, пока мы ждем звонков от наших телезрителей, проведем ли мы какую-то такую, протянем ниточку с наших прошлых программ, где мы, по-моему, два раза подряд говорили о потерях? Или все было сказано, мы начнем какую-то новую тему? Ну, я не знаю, может быть, действительно нас как-то зрители сориентируют. Но мы с вами отметили, как раз, по-моему, на следующий день появились новости о сгоревшем павильоне на птичьем рынке. А мы как раз и говорили в этот же день, когда произошло это ЧП. Еще не зная об этом. Да, не зная об утрате домашних питомцев, да, как люди переживают эти чувства. И какое это значение, может, иметь для семьи? В чем иногда символизм этой ситуации? Ну, в общем, как-то, да, год ли такой, время ли такое, или как-то это становится важным. И люди уходят, и известные люди, ленты новостей просто пестрят известными фамилиями режиссеров, актеров, политиков, да, каких-то видных деятелей, которые вот умирают, которые уходят. И, в общем, мы как-то, остающиеся в живых, ну, наверное, вынуждены не то что справляться. Ну, это такая какая-то данность, какая-то реальность, и мы на нее откликаемся, мы как-то это обсуждаем, как-то переживаем, двигаемся дальше, о себе задумываемся, о ком еще звонит колокол. Ну, в общем, да, тема ухода людей, может быть, тема уходящего года с вот этим обычным, наверное, для конца года трендом слома, перелома какого-то. Ну, хотелось бы, чтобы старые все беды, переживания остались в текущем году, да, и в новом, ну, что-то поменялось, что-то стало по-другому. И в психике… Люди ждут нового года, нового счастья, да, как… Ну, в общем, да, но мы… Столи пожеланиями. И в нем находился все равно, как каким бы сложным или каким бы болезненным не было переживания, через некоторое время в связи с его душевными какими-то движениями, да, это переживание идет на спад. Да, потом оно может с новой силой подняться, вернуться, обостриться, но в какие-то моменты бывают такие светлые промежутки. И, в общем, для психических расстройств, ну, характерны своего рода качели, может быть. Качели от ухудшения к улучшению. Вы упомянули Новый год, не знаю, подведение итогов ушедшего, но, как сегодня я выяснила, что в преддверии Нового года тоже люди задаются, ну, такими интересными и неоднозначными вопросами. Вот, например, буквально сегодня у меня спросили, как быть, стоит ли возить подарки в детские дома детям или не стоит, и рассказали о том, что в социальных сетях, в наших даже местных, самарских аккаунтах, развернулась такая дискуссия. И дискуссия именно с таким психологическим акцентом. Как с точки зрения психологии вот это дарение на детях сказывается, и что хотят получить люди, взрослые, принимающие решения в конце года, вот, приехать и сделать детям в детских домах какие-то подарки. Это вопрос такой, да? Да, проблематика в том, что часть даже сотрудников детских домов в комментариях пишут, что не стоит делать этих подарков, потому что дети уже ждут, они считают, что им должны привезти эти подарки. То есть, ну, это немножко их даже в какой-то степени развращают. А со стороны тех, кто дарит, такая точка зрения существует, что люди вот как будто бы хотят почистить карму, и вот так вот один раз в год приезжают и дарят конфеты, хотя на самом деле эти дети, возможно, нуждаются в другом. Ну, например, если бы кто-то из взрослых взял под опеку детей на протяжении года и научил чему-то полезному, даже в бытовом плане, или потом каким-то таким жизненным ситуациям, да, как ребенку быть после выхода из детского дома, это было бы гораздо полезнее, чем вот привезти какие-то бесполезные подарки один раз в год. Вот, не знаю, понятно объяснило? Понятно. Я вас слушаю, Елена, и думаю, наверное, это очень хороший вопрос, в том числе, может быть, нашим зрителям, и в первую очередь нашим зрителям, людям, которые огромным коллективным опытом обладают. И я уверен, что среди наших зрителей есть те, кто могут поделиться какими-то идеями, какими-то историями по этому поводу. Вот в вашей практике не было ли пациентов, которые рано остались без родителей, у которых был период пребывания в детских домах, и, может быть, что-то про ожидания Нового года, какие-то вопросы такие затрагивались? Я понимаю, на скидку, возможно, сложно сразу вспомнить? Да, ну, истории разные. Я сейчас, наверное, думаю, как это, наверное, обычно у меня происходит, я думаю о сути этого вопроса, а потом к этой сути присоединяются какие-то истории. Вот. А суть вопроса как будто в том, делать или не делать. Ну, у нас часто так это бывает. Ну, пока кажется, что да, так вопрос звучит. Быть или не быть, любить или не любить, приходить или не... Одобрять или не одобрять. То есть люди приезжают, дарят там эти конфеты, делают селфи, размещают в соцсетях и говорят, вот, я там молодец, я съездил в детский дом и сделал подарки. В комментариях люди обсуждают, что, возможно, не эти подарки нужны были детям, потому что взрослеющим девочкам иногда каких-то гигиенических принадлежностей не хватает, и это было бы полезнее, чем сладости вести. Я думаю, что мы, каждый из нас способны сделать ровно тот подарок, который способны мы сделать. Я имею в виду, что кто бы чего не говорил, вряд ли каждый человек в текущий момент способен... Ну, я какую-то банальную вещь сейчас высказываю, но она сейчас здесь годится. Я думаю, что тот, кто может просто поехать и что-то привезти, ну, наверное, ему стоит это сделать и не стоит его от этого отговаривать. Даже если он потом выложит, я не знаю, сотню фотографий о том, что он съездил, как это было круто и так далее. Я думаю, что, наверное, для этого человека, возможно, это на текущий момент, ну, такая единственная форма помощи и близости. То есть он, ну, может быть, не умеет по-другому или не хочет, или не знает. Вот его форма, да. И говорить ему, ты знаешь, твоя форма проявления заботы и близости неправильная, правильная другая. Ну, может быть, это... Может быть, он к этому прислушается, может быть, второй раз он приедет и ровно так и сделает. А может быть, не приедет, скажет, ну, там вокруг чужого горя масса морализаторов, так часто бывает, да. Чужое горе очень часто защищает чужая мораль, которая говорит, что вот мы правильно с этим горем обращаемся, а вы неправильно. Давайте-ка все обращайтесь так, как мы. Может быть, я сейчас немножко грубо высказываюсь. Вот, поэтому... Ну, мне кажется, это действительно отражает то, что разворачивается часто в комментариях. Да, поэтому... Морализаторство, и вот я единственное знаю, как было бы правильно. Ну, да, было бы правильно. Ну, возможно, было бы правильно спросить, что им нужно. Но мы вполне можем с позиции психологии допускать, что люди, которые едут в детский дом или еще куда-то, делают это в первую очередь для себя, а не для них. Бросить в них камень из-за этого, сказать, что они неправильно помогают, ну, может быть, у кого-то поднимется рука или язык, у меня не поднимется, да. Делают ли они зло таким образом? Ну, не знаю, вы избежали этого слова, но его, наверное, можно было, или оно там просилось. Балуют ли они, развращают ли они детей таким образом? Ну, опять же, это вопрос в морали и вопрос о том, как посмотреть. Но я думаю, я на это смотрю в любом случае как на контакт. То есть мне симпатичнее, что люди делают хотя бы какой-то шаг, пусть формальный, пусть прикрывшись, как вы сказали, ненужными покупками, подарками, чем-то, что может быть, ну, имеет малое количество человеческого тепла, да, или каких-то переживаний. Ну, это хотя бы такой шаг, наверное, вот я на это таким образом смотрю. Ну, действительно, в этой истории, как мне кажется, можно фантазировать о многом и по-разному, то есть, да, это мы только ограничены действительно собственной фантазией. Человек может вот сделать этот первый шаг, и этот первый шаг станет возможным началом череды шагов, где он научится приносить полезные подарки, да, или обучать детей чему-то новому, то есть еще что-то делать, кроме вот таких каких-то материальных воплощений. А может быть, этот шаг будет единственным, где-то внутри я поставлю галочку, что в детский дом я ездил, игрушки отвез, могу заняться чем-то еще полезным. Может быть, сказать кому-то из своих близких, что я ездил, они задумаются, скажут, ой, слушай, он крутой, он вот испытывает человеческие гуманистические чувства, нам нельзя от него отставать, нам тоже нужно быть социально ориентированными и тоже поехать что-нибудь. Вот, я думаю, что дети тоже могут за себя постоять в этом смысле, и я вспоминаю, вот сейчас вы меня спрашивали истории, я надолго ее, на всю жизнь, наверное, запомнил одну историю. Я был заведующим революционным центром в областном центре семья, вот, и к нам на, ну, в этом центре у нас круглосуточно находились в том числе дети, которые попали в трудные ситуации. Физического насилия, каких-то достаточно жестких внутрисемейных, ну, как сейчас говорят, разборок. Вот, я помню, что у нас была одна девочка, по-моему, она, может быть, даже была дошкольницей или, ну, первого или второго класса, ну, совсем кроха, вот. И к нам приехала с инспекции одна очень большая тетя с известной фамилией, и она шла по кризисному стационару, желая осмотреть, вот, спросить. Она мало что знала про детей, ей хотелось каких-то историй. И эта девочка идет ей навстречу, и эта большая тетя спрашивает ее, слушай, девочка, а ты что здесь делаешь? Ну, как-то тетя спросила ее буднично, в общем, как-то так, по-деловому. А девочка на нее посмотрела и сказала, вы все равно не поймете. И на этом разговор закончился. В общем, кому-то было неловко, я как заведующий подумал, интересная ситуация, мы потом ее обсуждали. Ну, вот этот контакт, когда, ну, в общем-то, ребенок... Взрослый со своей позиции, в общем-то, да, задает вопрос, а ребенок воспринимает действительно со своей, и эта позиция не всегда взрослым понятна. Потому что часто бывает детей воспринимают как таких не особо соображающих маленьких детей, а у них, у многих, особенно детей, которые пережили трудные ситуации, там целый мир. И с точки зрения развития психики, часто травма способствует скачку, да, когда какая-то часть начинает у ребенка взрослеть раньше других. Ну, так и есть. Какие-то болезненные события подталкивают, иногда заставляют нас пользоваться своим собственным хотя бы интеллектом для того, чтобы пережить те тревожащие или какие-то очень болезненные события, которые, ну, из которых просто так не выберешься, да. Как говорил Юнг, писал, тоже такая интересная, интересный подход, некоторые события невозможно пережить, над ними можно только возвыситься. Ну, вот что-то такое, да, возвыситься в смысле возраста, то есть стать немножко старше этих событий, чтобы можно было обозревать что-то с более, ну, развитой, да, более информированной, более зрелой точки, более зрелой точки, да. И вот я думаю, что дети в детских домах, те, которые нуждаются, они вполне могут откликнуться на то, что мы как взрослые им привозим, да, приносим. Мы, в общем, их как-то, я говорю мы, потому что, ну, это же наша взрослая тема, мы определили их в детский дом, то есть мы им сказали, что на время у них нет родителей среди нас взрослых, да, они отдельно, мы отдельно, и мы их каким-то образом посещаем, как взрослые люди, подумывая, стать ли кому-то из нас им родителями, а может быть не стать. Вот, и в какой-то степени они действительно вправе ждать, ждать, решится ли кто-то из родителей, решится ли кто-то из взрослых приехать, ну, с каким-то другим подарком, может быть, даже уже не с подарком, а с предложением. Ну, в общем, как-то так, да, поэтому я думаю, что любые поездки в детский дом – это такое посещение, ну, такого абсолютно чужого, другого континента, чужого пока, да, непонятного, и мы знаем в истории, что туда, на эти континенты приезжали и с бусами, и с погремушками, ну, в надежде как-то туземцев завоевать, разжалобить, заинтересовать, да, но некоторые… Ну, да, и узнать, какие дары они могут предложить, эти туземцы, или можно их забрать по такой цене очень странной, практически даром. Да, или приехать с какими-то другими предложениями, я здесь не сторонник морализаторства, мне кажется, что в этом смысле это плохая часть. То есть у этой истории явно есть мораль и явно есть морализаторство для меня, мне кажется, что тот вопрос, ну, в том контексте, в котором вы задали, там больше, ну, чего-то такого надменного, может быть, да, мы знаем, а вы не знаете. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, может быть, у вас есть какие-то комментарии к нашему разговору, или свои темы, которые вы хотите предложить для обсуждения, добро пожаловать, звоните 202-11-22. Алексей, вы затронули такую тему, вот достаточно объемную, на мой взгляд, морализаторство, и действительно этого сейчас стало очень много. Что движет людьми? Почему это приобретает такие масштабы? Как вам кажется? Мне кажется, что у этого вопроса много факторов или много компонентов. Ну, во-первых, морализаторство возникло в связи с тем, что туго стало с моралью. Мы об этом тоже как-то периодически начинаем говорить. Ну, туго с какой-то, с какими-то кодексами, с какими-то предписаниями, которые внутрь закладываются, и иногда они становятся более общими, ну, для нас, как для общества, для сограждан, да, а когда-то они распадаются на, ну, такие вещи. Мы как бы знаем, что какие-то моменты плохо, там, убивать, брать чужое, еще что-то, но императивом является, например, утверждение «каждый сам за себя», да, то есть я соблюдаю мораль до тех пор, пока, ну, это не противоречит моему «каждый сам за себя». Вот когда я смотрю, вот они за себя там что-то сделали, да, почему я не могу? Ну, кто-то что-то забрал, да, кто-то что-то отжал сейчас, как говорят, да, или кто-то что-то не сделал. Ну, они не работают, почему я должен работать, да? Они там, я не знаю, не делают, не убираются в подъезде, почему я должен убираться? Они плюют, почему я должен не плевать? Ну, и так далее, да. Там, они ругаются матом, почему я не должен этого делать? они дерутся и я могу да они требуют и я могу вот и я думаю что вот интересно я сейчас немножко отступление такое сделаю пример приведу потому что тоже у меня вспомнилась история я вчера была в неком пространстве где поднимался вопрос надо ли наказывать людей которые не хотят устраиваться на работу существуют на пособие это тоже был вот они не работают мы работаем они не работают то есть давайте вот придумаем систему наказания для этих людей я честно говоря с удивлением наблюдала за этой дискуссии пыталась там как-то участвовать какая-то определенная агрессия вот морализаторство тоже там было потому что со своей точки зрения работников достаточно активных находилась масса аргументов почему надо этих людей наказать ну да мы вильнули в другую сторону тут еще надо договориться что значит работать ведь поплыло не только представление о морали но и работе мы тоже об этом говорили работает кто тот кто стоит в операционной 12 часов он работает да или тот кто зарабатывает ну не знаю миллион рублей в день он он работает или не работает эти работы как-то можно соотнести блогеры например да в социальных сетях ну не знаю да и масса же примеров мы этих эти истории все видим все читаем и все знаем вот поэтому с одной стороны вот с моралью такая штука ну как мне кажется что поскольку общей нету ну общей и наверное не было никогда ну в разделяемой всеми но какие-то более менее ну может быть авторитета ценности с этим было понятнее понятнее да сейчас вот масса то есть понятнее и при этом даже многие ценности мне кажется вот ну было немыслимо и усомниться в них наверное как то эта мысль даже в голову и не приходила я думаю что да я думаю что мы сейчас как такое человечество или как общая общность по крайней мере мы их пересматриваем снова это золото кусаем на зуб проверяя настоящее оно или ненастоящее пытаемся может быть от чего-то отказаться и так далее сейчас не в силах сказать хорошо это или плохо но вот ну такая система да наверное для тех кто привык это плохо для тех кто только входит в эту ситуацию это может быть хорошо потому что ну каждый сам себе тогда и окружающим проповедник и лидер и он тогда как это у нас сейчас лидер мнений да почему бы не мнений духовных каких-то или душевных он говорит вот это хорошо вот это плохо да ездить детям помогать сегодня хорошо а завтра например плохо да или вести конфеты это плохо вести санитарные средства это хорошо не знаю да ну все же можно аргументировать да и одно и другое вот кроме морали если там злость вы сказали вот присутствует назидательность что-то же движет людьми это желание занять позицию сверху в комментариях ну я не знаю может быть я так воспринимаю но мне кажется люди вот какую-то злость свою выражает злость по отношению к поведению других людей но один один из любимых один из любимых фильмов россиян и мой тоже или сколько там два фильма брат один и брат два где главный герой задается вопросом в чем сила да или в чем правда в чем правда в силе вот в чем правда да каждый устанавливает свою каждое свое мнение ну это какая-то определенная конкуренция да может быть попытка завоевать если представить какое-то пространство да невозможно видимо для части людей находиться в низинах правды нужно обязательно выбраться куда-то на вершины занять высоту да и тогда с этой высоты что-то вещать да другим людям которые в общем действительно здесь очень много попыток выяснить чье мнение правильное поляризация очень сильная наверное вот в этом смысле поездки к детям это скорее такой контакт нежели я возвращаюсь к этой своей мысли нежели отсутствие контакта хотя в общем попытки друг друга скинуть с этой высоты это тоже контакт да я прав нет это ты прав ну просто это может быть бесконечно наступает глубокая ночь люди устают идут спать может быть ужин до ужинают идут спать утром просыпаются смотрят что там еще было понаписано разбирают это и продолжают слово снова в общем это может быть ну таким вполне увлекательным делом заполняющим приличное время алексей я сегодня предложила две темы для обсуждения практически мне нравится вас спрашивать что у вас было интересного за прошедшую неделю какие вам вопросы темы приносили люди неважно в кабинет потому что я знаю что психотерапевт свое психотерапевтическое поле выносит и в обычной жизни люди подходят и хотят вот что-то узнать спросить чем живет ваше окружение в преддверии нового года может быть но люди приносят наверное вот что я наверное очередной раз ну на этой неделе который раз удивился тому как я плохо разбираюсь в людях но пока еще может быть слава богу но когда мне кажется что человек ну я его вижу мельком и мне кажется что он где-то на поверхности что мне не о чем с ним говорить или ему со мной не о чем говорить потом он приходит на прием к примеру я вижу за этой поверхностью ну мне кажется что я почему я говорю что я не разбираюсь еще мне кажется что за поверхностью я иногда могу угадать глубину ну что там есть что-то под поверхностью люди иногда так ну в наших взаимодействиях так хорошо незаметно для меня может быть и правильно что я не вижу этой глубины они ее показывают открывают ведут туда тогда когда они приходят на прием и оказывается что нам и есть о чем говорить и нам есть куда двигаться нам есть о чем переживать но если говорить медицинским языком и тем которым мы уже привыкли это ситуация когда за симптомами за жалобой о том что у меня нет сил или нет смысла в моей жизни в текущей ситуации когда человек не видит своего будущего мы вдруг оборачиваем взгляд в прошлое оказывается что вся жизнь осталась в прошлом и она не просто осталась и отрезалась она там продолжает бурлить жить и как будто смысл и цели там остались в прошлом остались да и ждет как будто что ее в какой-то момент к ней вернуться и возьмут ее в то будущее который человек говорит о котором человек говорит интересно почему-то у меня такая фантазия возникла я представила горный поток где образовался затор в психике человека да вот такую метафору и люди приходят к вам и вы помогаете этот затор разобрать чтобы река вот вместе с этим мусором ну пустила дальше свои свежие воды какие-то ну возможно да это красивая метафора всегда хочется быть садовником замечательным очистителем рек ну так романтизировать свою профессию но не покупайтесь на это на нашей романтизации в общем это всегда как-то не просто и не однозначно и не всегда успешно вот как ни странно я заканчиваю на этом спасибо алексей за сегодняшнюю беседу напоминаю нашим телезрителям у нас есть группа вконтакте которая называется разговор по душам на самаргиз там мы собираем архив наших программ также архив программ можно посмотреть на ютуб канале самара гис по названию найти разговор по душам спасибо алексей за сегодняшнюю беседу спасибо за вопросы всего вам доброго встретимся в следующий вторник всего доброго берегите себя в следующий вторник